диджай осмоэкшн 3 засунул в аквабокс прикрепил к своему подводному ружью и иду на подводную охоту открываю сезон в этом году первый раз я ныряю с ружьем для того чтобы поймать подстрелить рыбу обследую все коряги которые попадаются мне на пути тут я уверен что сейчас встречу какой-нибудь хороший экземпляр но увы тут ничего не было еще одна хорошая коряга но тоже пусто смотрю в сторону а мой боди подстрелил неплохого такого окуня посмотрим его поближе у боди ружье длинное если у меня короткое для озера для речек то у боди она очень длинная и в такой воде ему чуть проще охотиться целиться проще в общем любуюсь немножко даже завидую всему этому делу и отправляюсь искать свою рыбу пошел там где мелко среди подводной травы камней есть маленькая рыбешка но она меня не интересует я ищу свою большую рыбину но пока только мелочь попадается и тут я нахожу что вы думаете часы немножко порадовался но увы они уже ржавые написано waterproof но время свое берет и часы я беру собой для того чтобы потом выкинуть ну и еще разочек прохожусь по корягам расстраиваюсь потому что рыбу я не вижу и она меня избегает и тут мне достается шанс прицелился выстрелил но промазал ушла рыба ну ладно еще все впереди думаю а тем временем мой боди уже взял второго окуня причем приличного размера вот вы его можете видеть я на все это дело смотрю иду дальше искать обрезал все это долго вот она вот она моя рыбешка прицел выстрел уверен что я ее взял но увы я ее только поцарапал боди мой за ней пошел думал догонит но увы она хоть и раненая но ушла не люблю я когда рыба уходит раненой но уж как есть прям на берегу чищу подстрельную рыбу не мною к сожалению но рыба все равно есть и это кстати лайфхак чтобы дома не развозить грязь на берегу сразу почистили все и поехали домой решено сразу ее приготовить открывая баночку питательного напитка наслаждаюсь его прохладой и начинаю резать на куски ровные стараюсь резать чтобы жарить было проще удаляю плавники вымываю все это дело прямо из-под шланга беру соль обязательно рыбу нужно хорошенько посолить потому что она пресная и беру перец тут тоже нужно много но главное не переборщить все это делать перемешиваю и достаю сковородку на которую выливаю оливковое масло дождаюсь пока она станет очень горячим бросаю рыбу в муку и выкладываю на сковородку вот такая вот у меня красота получается парад переворачивать делаю несколько глотков и до переворачиваю и и такой красивый золотистый цвет у рыбы посмотрим поближе уже перевернутую до выглядит вкусно накрываю крышкой чтобы внутри сама рыба немножко протушилась и была готовой все вытаскиваю со сковородки всю рыбину сажусь кушать подходит бадди тоже садится и должен вам сказать рыба получилась очень и очень вкусной плюс она свежая если видео вам понравилось ставьте лайк а я говорю всем пока пока до новых встреч